Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Джордж Сорос известен таким поведением. Он говорил, что фунт рухнет, а потом украл пенсию у людей. Да, он заработал миллиард. В 2018 году, вскоре после того, как биткоин достиг исторического пика в 19 тысяч долларов, Джордж Сорос назвал его финансовым пузырем. Криптовалюта – это спекуляция, а биткоин – это мать пузырей, заявил Сорос более трех лет назад, 26 января 2018 года. Я помню, как я обозревал эту новость, словно это было вчера. Знаешь, что происходит сейчас, в 2021-м фонд Джорджа Сороса начал торговать биткоинами? Если что, фонд Сороса управляет активами на сумму 28 миллиардов долларов. Казалось бы, очень большие новости, и все говорят «сенсация», а большая новость, и практически весь крипто-ютуб уже ее осветил, кроме меня. Но дело в том, что Сорос начал торговать биткоинами вовсе не в 2021 году. Нет, это так говорят СМИ. На самом деле, Сорос начал торговать биткоинами намного раньше, в 2011 году, когда биткоин стоил буквально меньше 15 долларов. Именно поэтому такие новости от Сороса сейчас я могу воспринимать только как готовящуюся манипуляцию на рынке. Скорее всего, именно для этого эту новость вбросили. Я очень прошу тебя, если не хочешь смотреть все видео, перемотай его до конца. Там будет совсем небольшой вывод, который тебе, как холдеру биткоина, нужно услышать. Обязательно. Это очень-очень важно. В то далекое время, 8 лет назад, в 2011 году, Джордж Сорос предлагал Алексу Джонсу 5 миллионов долларов для того, чтобы он пропампил биткоин. Алекс Джонс являлся тогда ведущим и сейчас тоже ведет радио-шоу, а также ему принадлежат сайты Infowars.com и PrisonPlanet.com. В общем, это достаточно популярная медийная личность. Понятное дело, что такие люди, как Джордж Сорос, всегда интересуются медийными публичными личностями с большой популярностью. Ведь это способ транслировать то, что нужно в медийное пространство. Вот такое видео можно найти на просторах интернета на сайте Island Online News. 28 февраля 2019 года оно было опубликовано. Оно называется «Джордж Сорос предложил Алексу Джонсу 5 миллионов долларов для пампа биткоина 8 лет назад». Даже интересно, а сколько же биткоин тогда стоил? А стоил он тогда от 2 до 15 долларов всего лишь. Вот именно в этом моменте Джордж Сорос и начал торговать биткоином. И на самом деле, судя по тому, что лишь в 2021 году его фонд признается в этом, ему все равно, что будет с биткоином, будет ли он падать или расти. Ему плевать, на чем зарабатывать, на падение биткоина или на его росте. А значит, Джордж вполне может манипулировать этим активом, как ему вздумается. Очень интересное описание под этим видео. Джордж Сорос – это спекулянт. Он делает ставки на направления финансовых рынков. Его фонд известен своей глобальной стратегией. Они делают ставки на рост или падение инвестиций. Он рассматривает и подъемы, и падения в качестве инвест-возможностей. Вот, собственно, какая стратегия торговли у Джорджа Сороса. Так что после вот таких новостей нужно быть предельно осторожными. И воспринимать эти новости оптимистично точно не стоит. Кстати говоря, об этом предупреждает и Энтони Помплиано, известный биткоин-фанат. Давай послушаем этот видеоотрывок. Мне предложили тогда 5 миллионов долларов для пампа биткоина, но я отказался. Это было 8 лет назад, и мне сказали тогда сразу два разных человека, очень известных человека. Джордж Сорос любит тебя и хочет работать с тобой, и вся остальная семья Соросов. Тебе просто нужно пропампить биткоин. Да, я верю в биткоин, криптовалютное будущее. У нас есть проблемы с ФРС и фиатом, но я просто хочу предупредить. Будьте осторожны. Как видишь, манипуляции Сороса с биткоином происходили чуть ли не с самого начала пути этой криптовалюты. Но и на традиционных рынках он тоже мутил воду. С пузырем доткомов, с пузырем недвижимости, с финансовым кризисом в 2008 и так дальше. Это действительно ужасно, и поэтому мы все так напуганы. Они пируют на наших сбережениях. Это масштабный грабеж. Да, это большая передача богатства, которая происходит прямо сейчас. Последний раз я видел нечто подобное в период с 1994 по 1995 годы. Люди зарабатывали огромные деньги, покупая такие компании, как Dell, AOL, Microsoft, Netscape и некоторые интернет-компании поменьше. Учреждения полностью пропустили этот бычий рынок, и поэтому они высмеивали этих так называемых леммингов. И поэтому с 1994 по 1995 уже начинался медвежий рынок. И снова институционалы говорили, что все, кто покупает интернет-акции, болваны. И поэтому было очень много людей, которые срочно продавали свои интернет-акции. Microsoft, Dell, AOL и так далее. Догадайся, кто их покупал. Это были те самые институционалы. Если посмотреть на графики распределения инвестиций институционалов в интернет-акции, то в период с 1994 по 1995 они удвоились. Это было именно тогда, когда они говорили, о, этот рынок для идиотов, никто не должен покупать это дерьмо. Они буквально украли все богатство из рук тех, кто держал акции Dell, Microsoft, AOL и так далее. И затем с 1995 по 2000, ты помнишь, что было? 5 триллионов долларов влили в рынок, и это был самый большой на то время рынок в истории. Поэтому эта стратегия создания страха в информационном поле, чтобы опустить цены, не новая. А во время кризиса недвижимости, эти банки же скупили всю недвижимость. Они создали кризис недвижимости, затем они сделали все, чтобы опустить цены и сказали, мы заберем этот мусор, не беспокойтесь. Но теперь-то это уже далеко не мусор. А вот что произошло с 2011 по 2012. Американский институционал Blackstone скупил 50 тысяч домов, и в это же время обычное физическое лицо не могло получить ипотеку, как раз тогда, когда институционалы скупали все эти дома задешево. А в 2003 что было, когда рынок начал немного подыматься после краха доткомов? Они транслировали в СМИ, не покупайте техноакции, это зло, не покупайте. А что же делали они сами? Если даже просто изучить квартальные отчеты, оказывается, не все массово закупались в это время. Да, вот как богатые становятся богаче, они знают, они связаны, зачастую они координируют усилия. Это же вообще-то незаконно. Ну если вы достаточно умны, манипулирование новостным фоном никак не повлечет вашей ответственности. Никто не был за это арестован. Итак, ребята, мы видим, что манипуляции на рынке с участием Сороса были еще до криптовалют. Но что же было во время криптовалют? Это видео я выкладывал 30 ноября 2018 года. Кто был на меня подписан тогда, сейчас его узнают. И скорее всего словят скупую слезу ностальгии. Давай послушаем. 12 сентября Джеймс Даймон сказал, что биткоин это мошенничество. Он заявил, что уволит любого трейдера в своем банке, который будет торговать криптовалютами. Цена биткоина упала на 24%. Когда Джеймс Даймон говорит, люди слушают. А потом мы узнаем, что самым большим покупателем биткоина в Европе оказались Морган Стэнли и Джи Пи Морган. К тому же еще и незаконно. Он сказал, что это мошенничество, и в то же время его компания покупает биткоин? Это так... так неэтично? Ладно, Джордж Сорос. Да, Джордж Сорос 24 января называет биткоин пузырем. Говорит, что биткоин это худшая инвестиция в мире. Не покупайте биткоин. По сути, он подлил масло в огонь. И биткоин упал на 44%? А потом, в апреле, спустя два месяца, мы узнаем, что семье долларового миллиардера Сороса разрешено покупать криптовалюту. Публично мы узнали это только тогда? Да. Джордж Сорос известен таким поведением. Он говорил, что фунт рухнет, а потом украл пенсии у людей. Да, он заработал миллиард. Что ж, дальше Голдман Сакс. Снова. 7 февраля. Готовьтесь к тому, что большинство криптовалют упадет до нуля. Из своих источников я знал, что Голдман Сакс тайно создают новую платформу для торговли криптовалютами. Конечно, они отрицали это. Типа, мы ничего такого не делаем. Тем временем цена упала на 27%. Что же мы узнаем позже? Голдман Сакс анонсировали свою биржу для торговли криптовалютами. Они потратили 400 миллионов долларов, чтобы купить криптобиржу. Итак, 7 февраля. Все упадет до нуля. Май. О, мы потратим 400 миллионов долларов? Чисто так? И они не одни такие? Нет. Таких институционалов много. Например, Кристин Лагард из МВФ. Что самое забавное, это то, что все эти заявления были приблизительно в одно время. Я, конечно, не могу доказать сговор, но все так и выглядит. Люди всегда тусуют вместе, думают похоже. Им не нужно звонить друг другу, они просто знают эту игру. Итак, Кристин Лагард из МВФ в первой половине года сказала, что все центробанки должны объединиться против криптовалют. Вы когда-либо слышали, что БМВФ предложила объединить усилия против нелегального вооружения или наркотиков? Нет. Но зато против зарождающегося актива нужно срочно объединяться. На самом деле их задачей было убедить людей в том, что банки никогда не дадут биткоину выжить. Чтобы люди думали, что это конец. В 2018 году банки хотели, чтобы люди думали, что они не дадут выжить биткоину. А что же происходит сейчас? Те открывают свои платформы по торговле биткоином, те инвестируют в биткоин, и все хотят создать свои собственные цифровые валюты. Как же интересно смотреть в 2021 видео от 2018. Смотря на все эти манипуляции, я понимаю, нет лучше стратегии в криптовалютном рынке, чем купить биткоин и держать его хотя бы 5 лет, несмотря ни на что. Я держу биткоин практически 4 года, и основная часть их уже не боится падений, даже в 10 раз от текущих. Вот что такое сила долгосрока. Тебя вообще не беспокоят эти падения? От 65 до 30 тысяч? Серьезно? В 2018 году я покупал биткоины за 3600 долларов. И как-то так, надеюсь, еще через 3 года будут говорить те, кто купил его за 30. Итак, фонд Джорджа Сороса торгует биткоинами. Как это влияет на криптовалютных инвесторов, таких как ты и я? По сообщениям веб-сайта финансовых новостей The Streets, фонд Сороса торгует биткоинами, а на это дал разрешение Дон Фицпатрик. Как мы видим, Сорос лично ничего не сообщал, и никаких публичных выступлений не проводил. Фонд уже торгует биткоином и некоторыми другими криптовалютами несколько недель подряд. По-видимому, вот откуда такие скачки курса биткоина за эти недели. Сорос торгует в любую сторону. Ему все равно. Итак, 3 момента. Первое. Мы уже знаем, что Сорос манипулировал или пытался манипулировать биткоином, когда предлагал популярному ведущему 5 миллионов долларов за памп биткоина. Второй момент. Манипуляции происходят на всех рынках. Недвижимости, доткомов, финансовых, технокомпаний и так далее. И на криптовалютных тоже. Джордж Сорос, Джейми Даймон, Голман Закс. Все они манипулируют биткоином. И, наконец, третий момент. В этом году мы уже узнали официально, и Джей Пи Морган, и Голман Закс зашли в биткоин. Или в бизнес, связанный с биткоином. И теперь об этом говорит фонд Джорджа Сороса. Что же происходит, когда обычный инвестор пропускает ракету на рынке? Он ее пропускает. Что происходит, когда крупный игрок пропускает эту ракету? Он ее возвращает. Настолько ниже, насколько у него получится. Поэтому я предупреждаю, в любой момент сейчас на графике биткоина может быть сумасшедшая волатильность. И создана она будет лишь с одной целью, чтобы фонд Сороса мог купить биткоины подешевле. Как можно подешевле. А покупать он будет у кого? У тебя. Когда ты в ужасе будешь продавать. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было тебе интересным, не забудь поставить лайк. Это мотивирует меня на создание нового контента, а каналу помогает расти. Также подписывайся на канал, телеграм, делись видео с друзьями, комментируй. И обязательно богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok